13 часов и 39 минут, друзья, в столице. Это радио, 7, четверг, 14 февраля, красный день календаря. Соответственно, всех влюблённых, причастных и тех, кто вот-вот ещё немного, ещё чуть-чуть и готовится, поздравляем от души. У нас в гостях Борис Коваль. Борис, здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Да, я, кстати, правда, хочу поздравить всех влюблённых. Всех, кто уже любит и всех, кто планирует полюбить, и кто, может быть, скоро уже полюбит, и кто-то уже, может быть, разлюбил. Но все, кто понимает, что есть такое прекрасное чувство, всех хочу поздравить с праздником. Красивый сегодня день, дарите Валентинке. Знаете, Борис, бытует наших широких, широтых достаточно частое мнение, что, мол, это не наш праздник, мы давайте будем отмечать День влюблённых в июле, Святых Петра и Февронии и так далее и подобное. Как вы относитесь к такой позиции? Ну, для меня вообще, чем больше праздников, тем лучше. Да. И больше работы. Нет, события, у нас должны происходить какие-то события, потому что приятного, наверное, всё-таки мало в этом мире, да, ну, что касается, там, у нас в политике куча проблем, там, 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 там сплошные проблемы, хоть праздники, радовать друг друга, это приятно. Повод красивый, поэтому почему бы нет, озвучиваю лишнюю своё мнение. Да, да, да. Ну, раз уж мы заговорили о любви, не могу не спросить, как вы познакомились с вашей любимой? Это был служебный роман. А-а-а. Да. То есть это не всегда плохо? Нет. Это не всегда служебный роман. Нет, нет, я считаю, что любой роман – это хорошо. Вот, тем более, что наш роман вот привёл нас к чему-то большему, чем просто. Ну, то есть мы уже давно живём вместе, мы планируем уже будущее. То есть, как познакомились, я говорил, она танцевала. Я был ведущим в одном из назначных клубов, вот, она там танцевала, это была суперкрасотка. У меня замедлялся кадр всегда, когда я её видел, знаете, как в американских фильмах. Глаза-то у Бориса. Засверкали. Давайте поиграем в ассоциации в таком случае. Нелли. Да. В служебный роман. Будущее. Вдохновение. Э-э-э, дети. Не ожидал. Я думал, ну, вот, типичный ответ для артиста – сцена, альбомы, посвящённые любимой женщине и так далее и подобное. Нет, я очень хочу детей. Я правда, я очень люблю детей и хочу, то есть у меня в планах два мальчика и потом девочка. Вот мне кажется очень славным, то, что вы, Борис, связываете вдохновение и дети. Почему? Потому что, по большому счёту, вдохновение – это творчество. Дети являются, безусловно, тоже творческими личностями, сами по себе, а воспитать их достойно, ну, это… На самом деле, я считаю, что дети – это наше бессмертие. То есть в детях мы будем жить ещё очень-очень много веков. Поэтому, ну, вообще, то есть я часто очень размышляю о жизни и я понимаю, что то, что сейчас мне приносит удовольствие, то, от чего я получаю удовольствие, мне вот к 70-80 годам, дай Бог, чтобы я дожил до этого времени, я понимаю, что оно мне не будет приносить удовольствие. Я буду радоваться детям, внукам. То есть так, как оно происходит везде, да, во всём мире. Вырастут два мальчика, вырастет девочка, подойдут к отцу и скажут, ну, пап, мол, так и так, мы хотим заниматься народной музыкой. Ради Бога. Пример. Да, то есть, в принципе, вы будете поощрять ваших детей заниматься, ну, не просто творчеством, потому что я считаю, что смысл жизни в том, чтобы заниматься творчеством любого человека, а в том, чтобы именно пойти на сцену. Ну, честно сказать, я, то есть, я детям предоставлю свободу выбора. Я не буду их заставлять заниматься музыкой или танцами или ещё чем-либо. Обязательное занятие скрипкой? Нет, нет, нет. Или фортепиано? Нет, это моё детство было в обязательном занимании скрипкой. То есть, это было, на самом деле, я не в восторге от того, что происходило, хотя я понимаю, что мне дало много плюсов в жизни, то есть, дало мне возможность жить, хорошо жить, радоваться. Но дети сами у меня выберут, чем они хотят заниматься. Я буду их заставлять заниматься уроками. Вот это для меня святое. Вот это да. Ну, знание – основа всего, потому, ну, по-моему, очень правильная позиция. Учиться, учиться и ещё раз учиться, как говорится. Как завещал. Да, да, да. А планы на этот 2013 год? Некоторые говорят, что он будет простым, другие люди традиционно говорят, что он будет сложным. Это бесконечные разговоры. Что для себя планируют добиться Борис Коваль? Ну, я… Как артисту, как человек. Да, я надеюсь, что он для меня не будет простым. Я надеюсь, что он для меня будет максимально сложным. То есть, я люблю трудности, люблю их преодолевать. Я понимаю, что сейчас у меня есть очередная ступень в моей жизни, которую я должен преодолеть. Это Евровидение. После Евровидения у меня, то есть, планируется запись нескольких треков, которые уже есть готовы, они ждут своего часа. Я хочу путешествовать, опять же, для меня каждый год это святое. Я хочу посещать новые места. Ну, то есть, раскрывать всех, наверное, моментов я не буду. То есть, но трудности должны быть у меня в этом году обязательно. Зона комфорта – это не про вас? Я считаю, что зона комфорта – это очень плохо. Да, то есть, я прошлый год, позапрошлый год, вот два года, я понимаю, что я был в зоне комфорта, из которой мне очень сложно было выбраться. И вот, наконец-то, я понял, что есть шанс. У меня есть шанс выбраться из этой зоны комфорта. Я сейчас делаю все, чтобы покинуть ее. И у вас получится. Я искренне этого желаю, потому что прекрасно вижу ваши планы и те силы, которые вы сейчас уже готовы потратить на их воплощение. Да, спасибо. А вы не считаете, Борис, то, что человек трудности сам себе иногда создает? Вот вы говорите всегда, я трудности хочу, люблю. А вот это абсолютно верно. Сам себе всегда все делает человек своими руками. То есть, мы можем, я могу себе позволить на данный момент ничего не делать. Читать какие-то книжки, смотреть телевизор и выходить на выходные, вот, работать, зарабатывать каких-то денег. И все, и мне будет достаточно для того, чтобы прожить. Честно вам говорю, мне будет достаточно для того, чтобы нормально жить. Но я не хочу так. Я готов голодать еще год или два для того, чтобы осуществить какие-то моменты, чтобы поменять что-то в жизни. То есть, я любитель ощущений каких-то, ну, больше, наверное, не острых, больше приятных. То есть, я не любитель ходить по острию ножа, так скажем. Вот, я любитель комфорта. Но для того, чтобы получить этот комфорт, мне нужно сейчас покинуть эту самую зону комфорта. Друзья, обратите внимание на мужественный поступок Бориса Коваля. Он совершенно сознательно уходит от каких-то удобств и приносит, ну, по большому счету, некоторые вещи в жертву. Да. Лишь бы добиться успеха. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Да, давайте об этом помнить и не жить днем вчерашним, жить днем сегодняшним и попытаться максимально сделать все, чтобы в этом сегодня заложить фундамент хорошего завтра. Да, абсолютно верно. Какие у вас еще хобби, вот кроме музыки? Я очень люблю спорт. Ага, что это? Да, я также с раннего детства занимался спортом, но сейчас мы в последнее время серьезно занялись настольным теннисом с Сергеем Орловым. Там, в принципе, родилась идея участия на Евровидении. Настольные игры? За столом. Настольные игры бывают друзья разными, это я в контексте праздника говорю, не все из них полезны, особенно для печени порога. Да, да уж, да. Но настольные теннисы, это да, конечно. Нет, ну есть застольные игры. И настольные игры. А есть настольные игры, да. А потом подстольные. Да. С сознанием дела, что-то мне подсказывают, но нет. Виктория... Ну, ну, это шутка. Виктория не такая. Что же, Борис, ваши пожелания нашим слушателям и поздравления, быть может, кому-то главному. Ну, что касается пожеланий, хочу всем пожелать качественной музыки и в душе, и в радиоприемниках, максимально качественной жизни увидеть как можно больше за этот год. Ну, пусть будет так, да. Вот за этот год увидеть как можно больше, посетить как можно больше новых красивых мест, получить массу эмоций, которые вы не забудете в будущем вашем, которые вы можете поделиться со своим потомством. Хочу признаться, что я безумно люблю одну женщину, которая сейчас, скорее всего, отсыпается. До сих пор она валяется в постели, нежится. Я очень сильно ее люблю, и я очень счастлив от того, что мы с ней вместе. И каждому из вас я желаю, чтобы вы нашли свою половину, так как я ее нашел. Спасибо. Любовь, 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 друзья, царит в этой студии, а значит, и в эфире радио Сим. Замечательные пожелания от Бориса Коваля. Я вас благодарю, Борис, за то, что вы нашли время и... И силы. Пардон, что снова об этом силы прийти к нам в студию. Нам было очень приятно с вами общаться. Спасибо. Спасибо большое. Что же, друзья, ну а мы с Викторией Влас с вами не прощаемся совсем скоро. Это уже в часе следующем. Мы услышимся вновь. У нас планируется еще один крайне интересный гость. Не переключайтесь. Отечественное гостиное 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 на гостиное гости